Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Краш Времени было мало, по-моему, у нас было 5 дней всего То есть ребята до этого, по-моему, даже мало играли, там какой-то мини-отпуск был Секундочку Тут нам подвезли инсайды просто И, ну, в принципе, ничего даже не успели бы, по сути, разобрать Мы вспоминали то, что было у парней Я узнал то, что у них было, потому что я не в курсе, что они разбирали, что у них есть А над чем работали, в первую очередь? Над мопулом, над ролями? Да, вспоминали, вспоминали все Где-то наигрывали роли, например, там, ну, Дима же не играл до этого И где-то наигрывали роли больше Ну, просто вспоминали, что у них есть Ну что, приветик, парни! Привет! Мы с Крашем уже немножечко пообщались по поводу вашей подготовки перед этим турниром Хотелось бы узнать, с каким эмоциональным состоянием вы подходили вообще к этому сезону? И насколько вы морально были готовы выступать обновленным составом, не имея, по сути, даже единого энгейм-лидера в команде? Ну, я считаю, что капитан не сильно важен, когда команда много общается, каждый вносит импакт А по поводу морали, ну, после отпуска сложно было немного влиться, но мы справились, показали хорошую игру Расскажи, пожалуйста, про энгейм-лидера Колят все по чуть-чуть, это как раз то, что говорили все комментаторы во время всех прямых эфиров Как это вообще работает и насколько это вообще рабочая схема? Ну, работает так, что у кого есть идея, у кого есть какая-то, может, информация, еще что-то, тот и предлагает Да и, ну, кто-то все равно получается, что кто-то больше колит, кто-то меньше колит Ну, потому что она так всегда в игре, кто-то больше общается, кто-то меньше Мне кажется, это хорошая схема, потому что какой-то игрок, если у него идет игра, он может под себя подколить какие-то определенные раунды или ситуации И из-за этого проще играть А капитан уколит в основном, ну, не в основном, иногда в ситуациях больше под себя или от того, как он видит игру Но у каждого игрока разное видение игры, из-за этого так проще играть А кто из вас чаще всего дает колы команде? Все понемногу Да, все стараемся У нас так произошло из-за того, что ребята не готовы были брать на себя такую роль? Или это была какая-то стратегическая составляющая? Да я не знаю, я так понял, ребята и раньше играли так Ну, как раньше, ну, вот как фир ушел И мне кажется, что просто нету, ну, не готов никто, типа, брать на себя ответственность и может как-то, ну, руководить всеми К этому сезону вас полностью целиком готовил краш Каково вам работать с Игорем вообще? Ну, мне очень нравится Много чего нового рассказал Да, согласен с Марком Мне интересно узнать мнение Димы, как раз Фрозика, потому что вы с ним уже ранее работали Когда были еще в Na'ViUse Насколько сильно подход Игоря изменился, когда он стал вас готовить к этому сезону? Ну, не знаю, для меня как-то стало с ним более свободнее играть Более поувереннее Типа такого Не могу не согласиться с Димой играть приятно Ну, не то, что приятнее, просто более, ну, менее скованно Расскажи про сам формат пройдения этого сезона Что изменилось и нравятся ли тебе эти изменения? Ну, больше команд стало Это, в принципе, интереснее То есть в группе было, сколько, 7 команд, по-моему Может, 8, даже уже не помню Ну, то есть много матчей, в принципе, в группе играешь И это хорошая практика для Академии Особенно для тех, кто не играет там разные турниры, другие А вот формат Best of 1 Насколько он комфортен для молодежных составов? Ну, Best of 1, скорее, Best of 2, можно сказать Два Best of 1 играешь против каждой команды В принципе, нормальный формат Мне, конечно, больше нравится, наверное, Best of 3 У меня такого рандома Ну да, да и как-то по картам проще И... Ну, Best of 1, в принципе, тоже нормально Ну, я думаю, это интересно смотреть довольно зрителям Ну, формат, не знаю, обычный А группа, мне кажется, у нас была намного лучше, чем противоположная У нас были намного сильнее соперники У нас есть, ну, типа, есть команда Astralis Проспекты Ну, они вроде не суперсильные команды, но могут напрячь А противоположной группе там 2 или 3 команды Такие, так сказать, слабенькие У нас, в принципе, довольно такая Я бы сказал Ну, не то чтобы... Ну, какая-то сильная, наверное, группа была И Astralis были, и Fnatic сильные И Maus Maus все турниры выиграли до этого Ну, а тут не прошли даже плейд Да, то есть группа довольно такая неприятная Даже те же Prospect, которые так себе сыграли Но они, в принципе, неплохо играли Вы очень круто стартанули этот сезон У вас был очень классный и длительный винстрик Вплоть до игры с командой Prospect Что произошло в этом Best of 1? И чем этот матч кардинально отличался от вашей первой встречи на карте Mirage? Ну, если я не знаю, что есть карта Inferno была А у нас недостаточно опыта на этой карте Таким составом, поэтому Тяжело было Но уже против Natic, на Inferno В первой игре против Natic Намного лучше было Но мы чуть-чуть не дожали Там ошибки были в деталях Ну, я бы сказал, что, наверное, Inferno Одна из слабых карт наших Потому что У Димы новые позиции, как я понимаю И Фир И Фир играл на Б, на Банане И он там колил много Ну, из-за того, что я слышал И поэтому Не наиграли еще Но я бы сказал, что с каждым Inferno на турнире была все лучше и лучше игра Изменилось ли ваше как-то отношение к этой карте после этого сезона? Или наоборот? Вот как криптони для нашей команды, мы должны его научиться хорошо играть Скорее всего, да Не было мысли, что такое Может быть, Нюк не будем банить А будем банить Inferno, а Нюк будем играть? Нет, не было Нет, точно нет Складывалось впечатление, будто бы после этого неприятного матча Вы как будто бы немножечко просели по морали И изменился немножечко какой-то эмоциональный ваш подход перед следующими матчами Что произошло на Вертига с командой Team Spirit? Ну, мы начали за атаку И изначально не пошло Проигрывали много дуэлей И они нас просто уничтожили в конце Просто, в общем, все они включились в игру Ну, какой-то, я не знаю, день такой, если так можно сказать И они еще до этого сыграли Best of 3 с другой командой И им было легче влиться сразу У вас еще проигрывали важные дуэли Просто, если бы кто-то один из нас включился бы Может быть, по-другому пошла бы игра Там, в принципе, как-то получилось, что плохой день, можно сказать Сначала как-то, не знаю, настроение в TeamSpeak было такое напряженное И просто свои дуэли не выигрывали И это очень повлияло А дальше это все как снежный ком было Ну и просто, в принципе, нельзя сказать, что Spirit Ну, точнее, я бы сказал, что Spirit тоже неплохо играли Но, несмотря на то, что у нас был, ну, будем откровенно, такой разгромный вертига Нам попался следующим соперником Одна из самых сильных команд на протяжении всех сезонов Академической Лиги Это Маус и NXT Было ли у вас какое-то дополнительное или сверх волнение именно перед этим матчем? Так как сильный соперник Нет, волнения не было Просто все включились сразу в игру Ну, то есть, если я не ошибаюсь, это было сразу после матча со Spirit И как-то все были на фокусе, потому что счет в группе был 4-2 И мы просто допускали по минимуму ошибок Потому что мы поняли, какой противник против нас И надо было его выиграть И плюс было видно, что они как бы потерянные были на этом турнире Это давало нам уверенность К сожалению, второй матч против Маус Спортс не смог укоренить, скажем так, нашу первую победу Был хороший камбэк, но, к сожалению, немножечко не хватило Но, насколько я знаю, были технические неполадки По крайней мере, точно у тебя, Андрей, были какие-то моменты Потому что ты вылетал Вроде бы еще и у Марка тоже были какие-то проблемы с интернетом Как сами думаете, результат такой из-за интернета Или все-таки опять антимагия карты Вертига? Ну, не знаю, несмотря на технические неполадки Мы могли дожать за защиту Близкий счет был 13-14 И совершились ошибки, мы проиграли игру Даже несмотря на технические неполадки Мы могли выиграть Мне кажется, если бы меня не логал интернет, то есть я не вылетал бы Это вряд ли сильно бы что-то поменял, но мы бы взяли на раунд два больше И за КТ нам было бы проще выиграть игру Мне кажется, мы могли вообще выиграть этот матч еще раз Точнее, против Маус Спортс еще раз Я думаю, за атаку, из-за этих технических неполадок у нас просто сбился настрой Все начали просто уже играть на антфокусе за атаку Но за КТ мы уже собрались и почувствовали, что мы можем дожать за камбэч Фрозе, какие у тебя были эмоции после матча? Ну, были такие, ну, немного был подавленный Потому что выиграли всех, в элита атмосфера в команде Была, ну, не самая лучшая Хороший был камбэк, но они дожали в конце Обидное поражение Давайте тогда с вами обсудим матчи против команды Фнатик и Райзен И почему по итогу не получилось забрать ни одной победы у этой пятерки Как сами думаете? Сильный соперник или просто проблема с картами? Ну, в первом Бестов-1 близкая игра была Могли дожать, но ошибались в деталях А во второй, ну, не знаю, просто нас уничтожили Но все же, у них достаточно хороший состав, поэтому Некоторые игроки уже были, побывали в основе, типа, они уже со всеми на опыте Типа, было трудно против них играть А можно ли их называть самым сильным соперником в этой группе для вас? Наверное, да Да Но я думаю, нет Я думаю, нет, потому что у них 60-70%, может, даже 80% сыгран на Инферно То есть они играют одну мапу Может, на Бо-3 у нас было бы побольше шансов Типа, могли бы на Бо-3 нам было бы легче По мапулу У нас, типа, самый молодой состав в Нако-Темблиге У нас два игрока 14 лет Ну, из-за того, что они не очень взрослые Опыта мало Нет опыта, да Поэтому так А другие игроки, даже если они плохо играют индивидуально, но они, типа, большие ситуации играли из этого, они делают меньше ошибок в каких-то определенных ситуациях Ну и давай с тобой обсудим последний матч в рамках этого турнира против команды Astralis Talent Лично у меня была бы максимальная уверенность, что это будет наша третья победа против этого коллектива Но, к сожалению, немножечко не хватило Как сам думаешь, почему такой результат? Ну, как сказать В принципе, вот Ancient Мы его практически не играли Мираж Мираж был сложненький Ну, а на Vertigo Не знаю Они хорошо начали И как-то уже сложно было вернуться в игру Ну, как, пацаны В первую сторону Как-то еще такой мини-комбэк был Угу А потом уже Как-то не знаю Не пошло Может переволновались просто Потому что важный матч Ну, в принципе Играли неплохо Ну, то есть вот Mirage Mirage и Vertigo В принципе Ну, все были такие заряженные Не сказал бы, что прям кто-то может боялся Ну, не было слышно этого в TeamSpeak Настрой был хороший Удобный противник Мы знали Мы знали на Не знаю Восемьдесят процент, какие будут карты Угу Было понятно, что будет Ancient Потому что они выпикали против Проспекта Мы пикнули Mirage В принципе Мы програли их пик в игре свой И на ласт карте Просто Ну, за защиту мало раундов набрали Да Могли больше Набрали бы больше Все бы по-другому пошло, скорее всего С чем это связано? Вот с чем вы это связываете? Как вы для себя то объясняете Почему набрали мало раунда? Скорее всего зажались в каком-то моменте Сказала, скорее всего Недостаток времени на подготовку Да, это 100% Сыграл Обновленный состав Ну и плюс Мало турнирного опыта Поэтому некоторые моменты На вас Сильнее влияют, чем на других команд Мне кажется Подготовка в турнирах Не сильно повлияла Потому что у нас это было хорошо Иртига Просто Момент С тем, что Мы просто мало играли этим составом Из-за того, что у нас Молодые игроки в команде Например, у нас Например, играет Вико И составил Сталлент Има 23 А у нас Адам и Дима 14 лет То есть разница 9 лет Но за 9 лет Человек наиграл там Больше 2000 матчей точно Он получил определенную ситуацию И приятный опыт Но в любом случае Думаю, что вы со мной согласитесь Что для обновленного состава Для самого молодого состава Этой лиги И вообще этого турнира Вы показали очень крутой результат Да, результат очень хороший Давайте тогда обсудим с вами Какие у нас сейчас планы У нашей команды И ближайшие турниры Ну и возможно ваши личные планы На конец этого лета Ну мы продолжаем тренироваться У нас турнир в сентябре уже будет Поэтому Надо продолжать набирать формул Вот интересно Сколько командно И индивидуально Вы тренируетесь в день К примеру Ну если команда Начинаем по-разному Или в 12 или в час Заканчиваем в 7 Иногда в 8 Потом играем в фейсит Ну кто же делает Лишнее я играю в фейсит иногда Потом иду спать просто Всех плюс-минов так же Всех тренировок Я просто после тренировки Может там отдохну Второй-третий часик И пойду потом Дэм побегаю Наверное в этот момент Кто-то в комментариях пишет А почему нет Дани Хатрика с нами Почему нет Дани Хатрика с нами Как думаете? Потому что Даня поехал Выигрывать чемпионат В Бласт Да, Даня полетел на Бласт В качестве замены И заменять он будет Симпла Самого Симпла Самого Симпла Это удивительно Поэтому ребята Пишите в комментариях Слова напутствия Заходите на прямые трансляции Поддерживайте Даню Потому что ему Как никогда сейчас Очень нужна ваша поддержка Он справится Мы в него верим Повторюсь еще раз Хороший перформанс Хорошо себя показали Крутой результат И хочу в конце Вспомнить одну мудрость Что у самурая Нет цели Есть только путь Поэтому надеюсь Что в следующем сезоне У нас путь будет Немножечко длиннее Ребята Вам огромное спасибо За просмотр Подписывайтесь на канал Чтобы ничего не пропустить Ставьте на побольше лайков И пишите в комментариях Что думаете По поводу этого сезона И как всегда Обязательно заходите На все прямые трансляции Нашей команды И поддерживайте ребят Потому что им Всегда нужна ваша поддержка С вами был канал NaviJunior и Яна До скорых встреч Пока-пока Пока-пока